Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем наш курс физики, мы начинаем наш курс механики. И первая лекция этого курса будет, конечно же, лекцией вводной, уместно поговорить о том, как устроена вообще вся физика, поскольку механика является лишь небольшой частью этой замечательной науки. Ну а первое, о чем мы сейчас с вами поговорим, это о структуре вообще всех человеческих знаний. Я должен начать с одной не очень приятной истины. Она состоит в том, что вообще говоря, наше с вами серое вещество, ну его, скажем так, способности весьма ограничены. И что бы мы там ни говорили, что у нас есть много нейронов, что между ними много связей, и вообще наш мозг устроен очень и очень здорово, на самом деле все не так здорово, как кажется. В этом легко убедиться, и вы в этом убедитесь, когда будете сдавать первый экзамен. Вы прекрасно увидите, что мозг у нас оставляет желать лучшего. Поэтому возникает вопрос, как же сделать так, чтобы все знания, которые накопило человечество за время своего существования, а человечество накопило не так уж мало знаний, стали доступны нам с вами. Идея проста. И эти знания нужно как-то классифицировать. И вот сейчас поговорим о классификации, самой грубой классификации человеческих знаний. Грубо говоря, все знания человечества можно разделить на две группы. Это естественно-научные знания и гуманитарные знания. Чем же они различаются? Вот естественные науки занимаются изучением того, что существует в нашем мире независимо от нас с вами. Независимо и от нашего сознания, и от всего сознания человечества в целом. Тут есть большая опасность. Дело в том, что мы вообще получаем знания об окружающем нас мире только через наше сознание. И не будь у нас сознания, мы бы вообще об окружающем мире ничего не знали. И вот можно ли разделить окружающий мир отдельно, его рассматривать от нашего сознания или нет, это большая проблема. Вот когда я на вас смотрю, я вас вижу, я понимаю, что вы есть. Но стоит мне отвернуться? А вот интересно, а вы есть, когда я отворачиваюсь или нет? Это совсем непростой вопрос. Вообще, на самом деле, не совсем простым вопросом является и вопрос, а существует ли вообще окружающий мир вне нашего сознания. Есть, кстати, люди, которые пытаются ответить на этот вопрос. Их называют философами. Вообще, философы разделились на три группы. Первые, их называют субъективными идеалистами, вообще говорят, что вокруг нет никакого мира окружающего, а все, что мы видим, это плод нашей с вами фантазии. Ну, все видели фильм «Матрица». Вот вам показывают некоторое кино. Вернее, вам его даже не извне показывают, а вы сами его выдумываете. Вообще, можно додуматься до того, что вообще существует только я один, а все остальное – это лишь сон, который я вижу. И на самом деле это трудно опровергнуть. Есть другая группа философов, которая говорит о том, что мир существует, но он создан и управляется каким-то объектом, который находится вне этого мира и этому миру не принадлежит. Не важно, как этот объект назвать. Богом, сверхцивилизацией, высшим сознанием. Главное, что он не является частью этого мира. Есть некоторый архитектор, который этот мир создал и управляет. Наконец, есть третья группа философов, которая утверждает, что наш мир реально существует и самодостаточен. Он развивается из-за того, что в нем происходят какие-то там взаимодействия, и в результате этого мир реально существует и идет как-то вперед. Вот есть три такие точки зрения. Тем, кто занимается естественными науками, конечно, интересно, какая из этих точек зрения на самом деле реализуется. Но на самом деле не очень важно. Согласитесь, что можно изучать хоть книгу, хоть какую-нибудь компьютерную программу, совсем не интересуясь, кто написал эту книгу. Можно изучать. Точно так же можно изучать наш мир, не сильно задавая себе вопрос о том, а как на самом деле создается та картинка, которую мы воспринимаем. Мы изучаем то, что видим вокруг нас. Ну, все-таки, я думаю, что мы с вами поверим, что Земля летала и летает вокруг Солнца, независимо от того, смотрим мы на нее или нет. Что электроны движутся в атоме тоже независимо от нашего желания и наблюдения. И в этом смысле у нас есть огромное поле деятельности для естественных наук. Кроме того, есть науки гуманитарные. Они изучают то, что было создано либо нашим собственным сознанием, либо сознанием всего человечества. Сюда входит и история, и литература, и музыка, и искусство. Да много чего входит. На самом деле, любая классификация выдумана нашей головой, и, следовательно, любая классификация не очень хороша. Поскольку, если дословно следовать этой классификации, физика лазеров будет гуманитарной наукой. Действительно, никакого лазера без человечества не существовало. Лазер был создан людьми. И тогда это продукт общечеловеческого сознания. Поэтому я бы в эту классификацию добавил еще одну, еще один раздел. Это, вообще говоря, техника. Техника – это то, что создается людьми. Это продукт деятельности человека и продукт разума человечества. Но, тем не менее, в технических изделиях, когда мы их создаем, очень велика роль, естественно, научных знаний. Это вовсе не означает, что в технических изделиях нет доли того, что мы изучаем в гуманитарных науках. Там есть и дизайн, и то, как использовать эти изделия. Но основа технических изделий – это, конечно, естественные науки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...